Добрый день! Я бы рад был вам рассказать что-то хорошее, приятное, но, к сожалению, жизнь это очень тяжелая штука и успевает только поворачиваться. Сегодня я вам расскажу свое мнение о том, что случилось с Ричардом Рокфеллером. Дэвида прилетел. Очевидно, очень тяжелый разговор был у него с отцом, где он изложил свою позицию о том, что происходит в данном случае во всем мире. Это была и неудача с созданием управляемого хаоса. Это была и ситуация на Украине. Это было и с долларом. В мире сейчас порядка, как можно сказать, больше 400 триллионов долларов. Это 64% всей мировой валюты. Но половина из нее или вообще не вмыта, особенно в последнее время, когда появился у них президент, красавец Обама. Лучше не скажешь. Вот. И не вмыта, и полубмыта. Потому что не всегда, когда деньги не отвечают произведенному продукту, эта валюта остается полноценной. А Рокфеллером с этим не считается. Тем паче самая богатая и владеющая ФРС организация, мягко говоря, клан целый. И трудно сказать, какое дальнейшее поведение должно было быть, чтобы и валюту сохранить. Потому что за счет валюты Рокфеллера управляют миром. Вот так вот. Тут уж ничего не скажешь. Был большой разговор. Тут присутствовал и Крым, и все остальное. А Ричард, он прекрасно знал историю. Очень грамотный человек. Любил молодежь, общался с ней все время. Он был председателем врачей без границ на минуточку. Участвовал в развитии медицины. Был, конечно, как все Рокфеллеры, достаточно закрыт в своих действиях. Но по его делам можно судить о том, что он из себя представлял. В частности, биржу металлов он перевел из Америки в Гонконг. Где платежи были уже не в долларах, а в другой валюте. Это так. Для начала. А в общем, безусловно, он был великолепный финансист. Он очень много помогал в развитии медицины и всего остального. Со многим он был не согласен. А дело в том, что, как я писал ранее, все Рокфеллеры воспитывались в сатанинском духе. Если рождался человек с божьими признаками, они усиленно его перевоспитывали и добивали своего. А вот с Ричардом у них не получилось. Он прекрасный человек. И он после такого тяжелого выяснения отношений с отцом, особенно с Крымом, где вообще это был удар по их дорожной карте уничтожения России, он полетел, очевидно, в Канаду, потому что на север от Нью-Йорка. Одномоторный самолет. И вдруг самолет через 10 минут стал неуправляемым и зацепил верх узкие деревья. Возможно, искал поляну, посадить самолет. И Ричард погиб. Что бы там ни говорили, естественно, в первую очередь, они по своим языческим признакам обвинили всех, кого только могут обвинить. И в первую очередь Ротсельдов. А с Ротсельдами у Ричарда были хорошие отношения. Он добился объединения капиталов ихних. И как член мирового правительства, он именно и думал о том, что в мире, во всяком случае, фашизма быть не должно. И во многом сходился с их видением построения всего мира. Великолепный человек. Великолепный. А те, конечно, иезуистскими замашками тут же обвинили всех, кого только можно. Там и Ротсельдов, и даже Путина приплетали, который даже и не представлял, что там происходит в данный момент. Вот так вот. Так что летел он в Канаду, по-видимому, это с севера Нью-Йорка, и не прилетел. Там и канадцы волновались в этот момент, и всё. Но вот так. Что могу сказать? Великолепный человек, который своими делами, находясь фактически в тяжелейшей политике, которую проводил клан Рокфеллеров, смог сделать очень много и для страны, и для своей, и для всего мира. Вечную память. Вечную память. Да бог чтоб бог. Бог, человека, который смог такое сделать в свои 65 лет, позаботился о нём, и дал ему возможность дальше развивать всё мировое здание, весь мир. Вот. А сейчас вообще происходят странные дела. Папа заявил, что бог не всемогущий. А что он представляет бога? Вот для меня бог – это единая информативная система мироздания, которая всё знает наперёд, и за миллиарды лет не ошибается. А растёт, растёт и растёт. Вот она для меня бог. И это тот бог, который во всех религиях всё, всюду и всегда. А кто богом является для папы? Это очень интересный вопрос. Вот что могу сказать на эту тему. Ричард, счастья тебе, ты для меня вечно живой. И дай бог, чтоб всё у тебя дальше в жизни сложилось и было прекрасно. Ну, а Рокфеллеры найдут, клан Рокфеллера, своё место в этой жизни. Я думаю, что и Рокфеллеры позаботятся о них в ответ за наглое убийство Демарджери. Наглое. И показательное. Хоть виноваты они сами во всём этом. Наверняка. Здоровья вам. Божьей помощи. Пускай бог всегда будет с вами. Это единственное, что вы можете дорожить. А бог Рокфеллеров это сатана. Вот так вот получилось в этом мире. Здоровья вам. До свидания.